Достаточно живая, бескомпромиссная. Да, хотелось взять реванш за то поражение, но в целом на Манган команда сыграла в свою силу, также имела преимущество, создавала моменты. Не могу похвастаться, что создали что-либо серьезное, поэтому я считаю, что на Манган заслуженно победил. С победой их остается поздравить. Ахам, салова? Что мой тамогардан, Джон Джаманский, в уголку, где-то модди им коняты, якшай маслигер, что ты прилегавцов на Татарея, что-то в Капеце. Не понятно. Не понятно? Да, не понятно. Ну, там финансовые проблемы в команде. Так в интернете напишется об этом, что можете сказать. Ничего об этом говорить не буду. Поэтому давайте оставим этот вопрос без комментариев. Команда работает по своему графику, команда живет. Это внутренняя работа, внутренный секрет, да? Да, ну не то же секрет, но а смысл, зачем я буду о чем-то говорить. У всех свои проблемы есть, сейчас ссылаться на проблемы. Давайте поигре. Внутренняя белая команда. Кейнг салов. Борн салов. Тümüz, да. Поняли или нет? Поняли ли? Смысл-то какой было играть? Для чего играть было в пять защитников? Нет, просто последовательный пропуск. От того, что мы поставим десять защитников, что изменится? Вопрос не в этом, это чуть-чуть некорректный вопрос. Надо смотреть следствие, откуда забиваются голы, как забиваются голы. Сегодня смысла не было играть в пять защитников. Иногда там по ситуации опускались полузащитники. В прошлой игре, опять же, вверху мы не проигрывали до последнего углового. Поэтому вопрос такой непонятный. Можно и в шесть защитников, но это не обезопасит команду. Поэтому здесь нюансы другие чуть-чуть. Он хотел, по-моему, сказать, чем объяснить, в последние минуты пропускать голы в последний день? Я пока не могу ответить на этот вопрос. И сам себе я задаю этот вопрос. Не скажу, что мы просаживаемся, что мы устаем физически. Где-то не хватает концентрации на последних минутах. Где-то не хватает мастерства. Две игры в чемпионате, вы абсолютно верно сказали. Именно после 80-й минуты мы пропускаем тест. Пока на этот вопрос я не нашел ответа. Два раза в нынешний сезон с Набухом играли. Один в кубке. Есть разница между двум играми? Между прошлым игрой и СССР? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. В принципе, всегда тяжело играть с командой Навбахор. Поэтому мы тоже пытаемся, мы тоже растем. Если в прошлой игре там, по-моему, тотальное доминирование было Навбахором, мы большую часть времени оборонялись. Если бы, то сегодня местами мы пытались контролировать игру, мы переводили игру в более спокойное русло, давали возможность себе передохнуть. Но сегодня содержание мне больше понравилось. Да, мы опять же проблемы в атаке испытываем. Мы не создаем моментов. В основном все моменты у нас со стандартных положений. Но в целом и тем, и тем матчем доволен. Говорю, не хватает чуть-чуть опыта, не хватает мастерства, не хватает содержания. Вот так нормально. Охарислава, вы полностью. Спасибо за внимание. Все, спасибо большое. Всего доброго. До свидания.